привет третье видео по оптимизации посвящено лево стримингу в этом видео я в общем покажу как делать оптимизации с помощью лево стриминга это то есть мы будем загружать определенные предметы так как их нашем нашей игре может быть большое количество при при попадании персонажа в определенное место вы смотрите допустим это какое-то здание это комнаты и при заходе в комнату мы соответственно должны показать наполнение в ней для этого нам нужно создать так скажем сначала открыть окно levels вот она это у нас windows все вот она у нас появляется персистент фонд это у нас основное основная часть так скажем который загружается да давайте создадим level нажимаем level create new default создадим новую папку допустим maps назовем ее и будем там все сохранять да так это у нас streaming levels 1 так будет называться это у нас первая карта на нас дефолтная появилась но нам это не нужно вот если мы переключимся как бы она будет видно да ну мы ее почистим теперь создаем допустим второй уровень назовем его стрим клейл 2 можем как-нибудь покороче и как видите у нас тоже все то же самое да что 1 что 2 кстати когда мы загрузимся на первый допустим на второй видите вот это bond box brush это вот эти наши стены они стоят на основном левеле и из-за этого у нас и на вторсортом так скажем видны видите у нас количество солнца три штуки то есть мы на основном уровне создаем солнце а на всех остальных вот то есть на этих мы просто его удалим в данном случае я пока ничего это не будет трогать я буду объяснять основную суть видео давайте еще созданием один еще один третий допустим вот у нас три комнаты и мы создадим 3 также default стрелок 3 теперь у нас четыре солнца светит так переключимся на 1 я немножко большой внешний вид сделал вот видите персонаж у меня тут стоит что-то я с масштабом перемудрю давайте накидаем на первый уровень никаких машей да да это у нас будут давать вот грузовики и так чё-то у меня подвисло все понял я их просто не недавно только закинул они еще у меня даже внешний видом не загрузили сейчас решили решили короче забить немножко процессор так наш грузовик давайте сразу его здесь расклонируем как будто здесь ангар грузовиков вот теперь смотрите у нас первый уровень да вот мы его скрыли появился видите переключимся на второй уровень грузовики не исчезли потому что я не скрыл его вот то есть видимость просто оставил так давайте поставим за эту машину на втором снова притормаживает здесь у нас два автомобиля будет ну и здесь у нас ой я на второй опять ставлю с одной стороны без разницы мы когда будем заходить на третий мы все равно только будем видеть третий да вот давайте так и оставим сделаем чтобы это можно было реально посмотреть я его закинул на второй уровень но мы его не будем видеть все равно переключимся на третий и поставим делаем немножко в обратно на первом у нас будет три грузовика на втором две машины на третьем один синий пикап запомните да две тачки но на самом деле нет для того чтобы подгрузить эти уровни нам необходимо сделать такую штуку как специальные ячейки давайте пропишем вот сюда кстати чтобы это включить может кто-то не знает надо пройти в edit preference edit editor preference и нажать вот эту стрелочку здесь у нас есть enable на legacy editor mode ui вот нажимаем галочку он попросит нас перезагрузиться и тогда у нас эта боковая панель появится почему разработчики ее убрали я не понимаю смотрите вот мы набрали ну можно левелс набрать можно стриминг левел и так далее да то есть вот левел стриминг вольюм это та штука кстати нам надо переключиться на основное стриминг валюм давайте увеличим то есть вот в этой зоне мы будем загружать первый уровень но смотрите когда мы будем пациент подходить допустим из этой комнаты вот сюда мы здесь не будем ничего видеть так что нам нужно как бы заранее подгружать первый уровень для того чтобы это сделать нам надо еще один давайте его копируем просто клавиши alt вот поставим его вот сюда при учете то что мы заходим во второй и так далее да так ну даже его можно увеличить допустим при выходе из 3 мы когда будем заходить вот в этот бокс получится так что мы загрузим 1 и на напрямик увидим все так теперь давайте еще скопируем сделаем это на 2 так просто примерные размеры это ладно желательно выставлять почти в норму потому что если вы допустим вот так вы ставите и персонаж вот сюда зайдет вот где у нас двоечка стоит он просто все потеряется в в этой комнате то есть стриминг прекратится так зачем я двойку ты двигаю ну вот так вот примерно поставим так же можно еще один валим поставить просто скопировали опять чуть чуть меньше сделаем чтобы мы понимали где как работает и вот он ну и давайте быстренько 3 такой же сделаем то есть скопированием так же так по ширине выставили подлиннее чуть-чуть но выставили ванна пойдет смотрите теперь чтобы нам эти боксы стриминга привязать к нашим стримингом чтобы они у нас все-таки появлялись если мы так зайдем смотрите ничего нету нету и здесь нету то есть стриминг не работает в данном случае для этого нам надо сделать так видите здесь есть стриминг-левел 1 переключаемся допустим нажимаем вот сюда здесь есть стриминг-volumes и мы устанавливаем единичку то есть на данном случае нам даже не единичку надо а две потому что мы два бокса создали и мы их сейчас подсоединим так нам надо знать какой-то бокс в его стриминг-volume 00 до образом вот ноль так теперь подключаем второй вторую ячейку узнаем тот бокс который нам нужен volume 2 подсоединяем его volume 2 то есть я два бокса для того чтобы первый уровень грузился кстати то что мы создали первого уровня да делайте с с нахлёстом чтобы у нас персонаж когда зашел между вот этими боксами уровень не потерялся и также у нас на втором необходимо сделать будет тоже пересечение со вторым теперь переключаемся на уровень рой создаем то же самое так как у нас два бокса есть наименование одного у нас три но я предполагаю что четвертый да там следующий четыре будет у нас да 4 4 переключаемся на третий и наименование у него там соответственно 5 ставим плюсик ставим 5 все мы это закрываем давайте проверим мы 3 загрузили вот видите мы чуть-чуть отошли то что у нас свет яркий появляется это у нас солнце просто прогружается который мы не удалили все кстати видите у нас красной машины нету так как его показать вот сейчас я не увижу тоже опять таки вот она вот мы его второй бокс зашли красной машины есть третий нету почему первый загрузился мы его растянули вот так чтобы при выходе допустим из этой третьей комнаты мы видели уже первую то есть все там уже загрузилась так как мы подошли уже ближе к краю чтобы видеть вторую комнату она уже загрузилась то есть если бонусы вот эти правильно и корректно настраивать кстати вот пересечение 1 и 2 1 коллизии и 2 коллизии боксов вот этих у нас не не исчезает потому что мы их сделали сна нахлёстом и вот такое вот видео друзья следующее видео будет скорее всего про то же в его стриминг только уже в открытом мире кстати еще есть возможность вот такая вот смотрите видите да то что у нас третий уровень грузится очень поздно потому что мы не сделали еще здесь дополнительный бокс давайте сделаем такую штуках как триггер бокс это тоже некий возможно некая помощь при создании так немножко увеличим мало кому необходимо но бывает да то есть если вы не подгружаете вот такие вот большие части а что-нибудь маленькое необходимо вам подгрузить делаете вот такой вот триггер бокс выделяете его давайте зайдем в blueprint нашего уровня всего вот persistent level допустим и пропишем сюда apple level blueprint заходим нажимаем правой клавишей так давайте зайдем все таки на третий уровень вот думаю в оба принт так стойте подождите вроде должно было сработать так выделяю у меня иногда почему-то в анреле возникают проблемы он просто начинает глючить почему так происходит не знаю в общем выделяете триггер бокс далее вы нажимаете level blueprint выбираете и здесь референс триггер бокса у меня он почему-то не выскакивает я не понимаю почему иногда глючит просто жестко вот персонаж я могу референс выставить каковы прошу прощения черта я не могу выставить триггер бокса нет не могу и все в общем выставляйте получается беги на уровень оверлап от триггер бокса далее давайте покажу на чем-нибудь другом да вот здесь у вас будет допустим написано on actor begin оверлап триггер бокс в скобочках из него вы вытаскиваете branch далее давайте сразу как бы проверять является ли персонаж ну входящий да то есть ну как минимум хотя бы get player character да далее мы подсоединяем его equal это мы подсоединяем в ту то значение где offer actor стоит то есть мы сравниваем входящий персонаж это или нет подсоединяем сюда если да мы делаем такую ноду как вот стрим клэу и далее мы указываем самого наименование уровня в общем должно получиться вот так референс триггер бокса у меня поставился после перезагрузки проекта вот она то есть у меня сейчас триггер бокс выделен я нажимаю create reference соответственно вот он появился и появляется переменная из которой мы вытаскиваем он actor begin оверлап нажимаем view появляется вот она и дальше то что я вам показал ранее тут уже неважно он будет пересекаться у нас с третьим или нет то есть мы заранее загружаем его и потом уже надо будет разгрузить отдельно на этом все до скорой встречи пока